Здравствуйте, эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник в студии Александр Семенов. В регионе разработан новый законопроект в поддержку обманутых дольщиков. Напомним, в Самарской области за 2016-2018 года из перечня проблемных объектов было исключено 18 многоквартирных жилых домов и удовлетворены права требований более чем в 2000 человек. Однако в реестре участников долевого строительства многоквартирных домов, чьи права были нарушены, остается более 2000 человек. Губернатор Дмитрий Азаров в послании поставил перед правительством Самарской области и главами муниципалитетов задачу в 2019 году статуса проблемного должны лишиться 8 объектов. Восстановить планируется права не менее чем 800 обманутых дольщиков. В соответствии с новым законопроектом помощь государству смогут получить конкретные граждане, пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков. Объединение участников долевого строительства решившие достраивать свой проблемный объект в виде субсидий для завершения строительства и ввода проблемного объекта в эксплуатацию. Для технологического подключения дома к сетям электротепло-газоводоснабжения и водоотведения. На возмещение затрат за внесение арендной платы за земельный участок под проблемным объектом. Кроме того, на меры государственной поддержки могут рассчитывать застройщики-инвесторы и конкурсные управляющие, осуществляющие достройку проблемного объекта в соответствии с законом. Окончательное решение о принятии данного законопроекта предстоит принять депутатам областного парламента. В Самаре на участке Московского шоссе запретят остановку транспорта. Ограничения введут на пересечении с улицы Аврора. Там на кольце введут постоянный запрет на остановку автомобилей, начиная с 24 июня. Это делается в целях обеспечения безопасности дорожного движения, сообщили Минтранс и региона. Водители просят быть внимательнее. Как отмечает в ведомстве, автомобили нарушителей будут эвакуировать на штрафстоянке. Самарская область в понедельник перешла на цифровое телевидение. Охват сигналом территории региона более 99%. 20 обязательных общедоступных каналов транслируются в цифровом формате. Они доступны жителям области бесплатно. Цифру сейчас принимают как в крупных городах, так и в селах. Как это происходит на примере Нефтегорского района, покажем в следующем сюжете. Жители области, имеющие телевизоры, выпущенные после 2012 года, могут принимать цифру при наличии дециметровой антенны. Просто надо запустить автонастройку. Остальным нужно приобрести новый аппарат или цифровую приставку, которая, естественно, дешевле в разы. Сейчас большинство жителей уже это сделали. И не только в крупных городах, но и в районах области. К примеру, в Нефтегорском. У нас всего 14 265 домовладений. Из них 14 044 домовладения доходят в цифровое телевидение. И на сегодня у нас не хватает приставок в 65 домовладениях. Я думаю, что мы этот вопрос в течение 5-7 дней разрешим. В Нефтегорском отделении почтовой связи цифровые приставки продаются ежедневно. Причем здесь они по социальной цене. 990 рублей. Дефицита нет. В основном вопросы у нас возникают по подключению и по составу, по наличию в коробке оборудования, которое необходимо для того, чтобы смотреть телевизор. Сотрудники владеют всей ситуацией и о том, что компенсация существует от администрации района, города. Социально незащищенные категории граждан могут рассчитывать на компенсацию затрат на покупку оборудования в сумме не более 1200 рублей. К примеру, Марии Котовой затраты на покупку приставки возместили в течение двух дней. Приобрела приставку я на почте на нашей, на той неделе. Узнала, что я вхожу в льготные списки и подала заявление в нашей администрации. И мне вернули компенсацию стопроцентную. Это сколько? 990 рублей. Помогают установить оборудование и настроить его волонтеры. В первую очередь, эта услуга нужна пожилым людям. Пенсионерка Любовь Ешкова говорит, что раньше телевизор показывал плохо, особенно в дождь и снег. Теперь другое дело. И тут у меня телевизор и яркость стала хорошо, изображение и звук. Намного лучше стало показывать. И я заинтересовалась, телевизор стал чаще включать. Вот. Ну и, конечно, большое спасибо, что проявили такую заботу. Мне было очень важно не то, что там телевизор поставили, наладили, а вот такое внимание люди проявили. В правительстве области создан оперативный штаб по переходу на цифровое ТВ в ежедневном режиме под контролем вопроса оперативной отработки волонтерами заявок граждан, поступивших на федеральную и региональную горячие линии, обеспечение торговых сетей и почтамтов цифровыми приставками, работа с социально незащищенными гражданами по получению ими оборудования. Максим Остриков, Ирина Игнатьева, СТВ. С военного полигона во Франции взлетит Самарская ракета. Причем два раза. Команда парней студенческого конструкторского бюро Самарского университета скоро отправится в эту страну для участия в международных соревнованиях Sea Space. Туда приедут сотни молодых участников из стран Европы, Азии и Латинской Америки со своими проектами реактивных летательных аппаратов. С командой наших будущих инженеров и ученых встретилась съемочная группа Самарского телевестника, чтобы узнать, как идет подготовка ракеты к запуску. Самарская ракета стартует с французского военного полигона Камп-де-Ги, расположенного недалеко от города Тарп. Студенты Самарского университета – постоянные участники международных состязаний по запуску экспериментальных ракет Sea Space уже с 2011 года. В этом году соревнования начнутся 13 июля, и парни из студенческого конструкторского бюро усиленно к ним готовятся. По словам экспертов из Франции, проект самарцев гораздо сложнее, чем у конкурентов из многих стран Европы, Азии и Латинской Америки. Эта ракета имеет возможность лететь на высоту полтора километра, с полностью растуковкой двух ступеней, и она является многоразовой, так как обладает системой спасения на каждой их ступени. То есть мягко после того, как ступень расстыкуется, срабатывает системой спасения, она на парашюте спускается на землю каждой ступени. Также она оборудована электроникой, с которой мы получаем телеметрию, то есть это высоту полета, скорость полета, и все это передается на компьютер. На Sea Space 2019 по регламенту мероприятия ракете самарских студентов предстоит взлететь дважды в тестовом режиме с одним двигателем, а затем с последовательным запуском двигательных установок на каждой из ступеней. Тут важно, чтобы и система спасения после первого раза сработала штатно. И происходит выстрел. А спускаться ракета будет вот на таком парашюте. Кстати, сшили его девушки-студентки Самарского университета. В общем-то, вся конструкция создана здесь. Наша ракета состоит из двух составных частей. Это каркас, получается, и обшивка. Каркас у нас из алюминия, а обшивку мы изготавливаем из композитного материала. То есть все делаете здесь, своими руками? Да. Без ракеты у нас, без двигателей, без загруженных двигателей составляет 10 килограмм. Может поднять, ну, думаю, порядка двух килограмм полезной нагрузки. Будущий инженер, который не обладает практическими навыками и не умеет работать руками, это специалист только наполовину. Поэтому работа в студенческом конструкторском бюро – это вовсе не игра. Как вы считаете, а вот для чего? Ну, это большая игрушка такая, да? Или есть какой-то практический смысл в этом всем? Для чего вы этим занимаетесь? На самом деле нам часто задают такой вопрос, вот именно с игрушкой. Но на самом деле в университете нам дают именно теоретические знания, где вот мы решаем задачи, что-нибудь делаем. И хочется уже как-то начать, вот, на более старших курсах практически что-то делать руками, нестандартные решения находить. Поскольку, ну, на завод нам сейчас нельзя еще идти, вот мы приходим сюда. В данный момент мы как бы именно своими руками вот собираем такие вот модели ракет. После того, как она уже слетела, мы можем взять ее телеметрию, какие-то практические данные и делать курсовые проекты научной работы, соответственно. В июле самарская команда отправится во Францию. Ракету повезут в двух обычных сумках в багаже. Без твердотопленных двигателей, конечно, ведь по сути это взрывчатка. Конечно же, таможенки в аэропортах будут задавать много вопросов. Но опыт в общении с ними уже есть. Так что нашим парням стоит пожелать удачи. И с честью выступить за Самарский университет, Самару и Россию. Максим Остриков, Дмитрий Вукин, СТВ. Следственный комитет возбудил сразу несколько уголовных дел по фактам травмирования детей в парках отдыха в Самаре и Тольятти. Полиция устанавливает виновных в трагическом ДТП, в котором погибла женщина и пострадал мальчик трех лет. Авария произошла в Самаре на улице Солнечной. Об этом подробнее расскажем в обзоре происшествий. По факту происшествия с детским батутом в Тольятти возбудили уголовное дело. Напомню, происшествие случилось 1 июня, в день защиты детей. Как сообщили в управлении Следственного комитета по Самарской области, организаторам аттракциона грозит уголовная ответственность по пункту Б, части 2, статьи 238 УК РФ, в выполнении работы или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, предпринимателями эксплуатировался надувной батут в нарушении требований безопасности жизни и здоровья. При скорости ветра более 8 метров в секунду и с ненадлежащим закреплением балластной системы. В результате чего произошло опрокидывание аттракциона. Двое детей 6 и 8 лет получили травмы. Им понадобилась помощь медиков. Еще одно уголовное дело возбуждено Следственным комитетом по факту происшествия с детьми в парке. На этот раз в Самаре. По той же статье 238 УК РФ, в выполнении работы или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 2 июня 2019 года индивидуальный предприниматель подключил к электросети парка через электрощит поврежденный кабель и прикрепил его к металлической конструкции сцены, в результате чего она оказалась под напряжением. В тот же день трое малолетних детей 2012 года рождения, находясь около сцены, получили удар электрическим током и с ожогами тела были доставлены в больницу. Областная полиция прокомментировала факт трагического ДТП с няней и трехлетним ребенком на улице Солнечная. Напомню, 4 июня 31-летний водитель автомобиля Астон Мартин не уступил дорогу Тойоте, ударил ее в борт. РАВ-4 после этого выехала на тротуар, избила 47-летнюю женщину и мальчика. Выжил только ребенок. Его доставили в больницу с ушибом головы. Туда приехала его мать. Сейчас мальчик уже дома. Полиция проводит проверку, после которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Жители домов по улице Шверника буквально штурмуют нашу телефонную линию. Люди долгие годы высаживали деревья, цветы и кустарники на своей территории. И вот теперь все это уничтожают. Самарцы не согласны с этим. Все подробности в нашем следующем материале. Каждую весну местные жители облагораживают территорию дома, сажают цветы, кустарники и даже деревья. Исправно ухаживают за растениями, что называется, чтобы глаз радовался. Там гуляют молодые семьи, пенсионеры. И вот такой идиллии в один прекрасный момент настал конец, сетуют люди. Совсем недавно рабочие начали уничтожать каштаны, которые только принялись. Мы живем на нашей улице Шверника, 19. Кто по 20, кто по 30 лет. Свою улицу мы очень любим. И дорожим тем, чтобы она была красивая и ухоженная. Вот сейчас здесь началась какая-то странная возня по якобы благоустройству улицы. Снимают дерн с газонов для того, чтобы углубить газон ниже вот этих бордюров. Бордюры все сломаны, их практически нет. И как ни углубляй газон, земля все равно по склону во время дождя будет стекать. Люди грудью готовы защищать зеленые насаждения, которые сами же высадили. Вот у нас был газон, вот сейчас, если вы заснимете на противоположной стороне, вот такой же закатанный. И вы знаете, мы несколько женщин, 4 или 5 женщин, вот этот асфальт, другого не назовешь, мы его вскапывали. Это было просто что-то ужасное. Лопата не лезла, но мы вскапывали. И потом вот немножко, кто как приносил, привозил землю, выровняли этот газон. И вот сейчас посадили каштаны. И вот теперь вот это, я считаю, красоту. Хотят все просто ковшом сравнять. Ну, я не знаю с чем, с асфальтом, наверное. За помощью обращались во многие инстанции. По их словам, никто не помогает. То есть они, знаете, нам как еще объясняют. Мы уберем дерн, привезем землю, посадим травку, а потом вы, ребята, что хотите, там тогда и сажайте туда. Это как так? Это что за мартышкин труд? Я говорю, мы женщины ходим, поливаем, копаем, облагораживаем. И вдруг так. И нам обидно, что наши труды просто пропадают даром. Люди надеются, что хотя бы после нашего сюжета их растения оставят в покое. И они будут по-прежнему радовать глаз самарцев. Александр Семенов, Олег Галочкин, Ирина Игнатьева, СТВ. Три игрока крыльев-советов сыграют за национальной командой своих стран. Геннадий Киселев вызван в юношескую сборную России с 9 по 16 июня. Наши парни сыграют на турнире в Саранске. Другой полузащитник крыльев Паул Антон отправился в расположение сборной Румынии, которой предстоит провести две игры в гостях 7 июня с Норвегией и 10 июня с Мальтой в рамках группового раунда чемпионата Европы. Форвард Самарской команды Рамиль Шейдаев вызван в сборную Азербайджана, которая в рамках отбора на Евро 2020 встретится 8 июня с командой Венгрии и 11 июня со Словакией. Обе игры пройдут в Баку. У меня же на этом все. Далее прогноз погоды, интересные новости. Программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru. Новости СТВ можно увидеть в соцсетях на сайте и на канале СКА-24 ежедневно в 20.30. Телеканал СКА-24 теперь еще и на Яндекс.ТВ, и на Пирс.ТВ. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok